Привет, с вами Сергей Кулеш и сегодня я расскажу вам о недорогом 6-дюймовом мини-планшете Syncatel SmartBook 6. Это устройство создано в сотрудничестве с известным сервисом Litres и, по мнению его создателей, представляет собой удачный компромисс между простейшими TFT-ридерами и полноценными Android-планшетами. Планшет поставляется в миниатюрной упаковке, не превышающий по своим габаритам книжный тон средних размеров. Коробка украшена фотографией Syncatel SmartBook 6 и содержит список основных технических характеристик на четырех языках. Планшет размещен в выдвигающемся картонном поддоне. Для комплектных аксессуаров предусмотрено узкое отделение, куда поместился только кабель microUSB-USB и OTG-переходник. Ни зарядного устройства, ни чехла в комплекте поставки нет, в случае необходимости их придется приобретать отдельно. По габаритам и весу этот мини-планшет заметно меньше распространенных 7-дюймовых моделей. Более того, за счет более широкоформатных пропорций экрана он компактнее, чем 6-дюймовые инк-ридеры. В итоге, по манере эксплуатации и удобству транспортировки, 220-граммовый Syncatel SmartBook 6 сравним скорее с крупноформатными смартфонами, чем с планшетами. Он действительно без проблем помещается в карман рубашки или джинсов, не говоря уже о внутренних карманах куртки или отделениях дамской сумочки. Фронтальная панель планшета прикрыта листом пластика. Ширина окантовки экрана минимальна, особенно вдоль длинных сторон. Здесь нет ни кнопок, ни логотипов. От созерцания происходящего на экране может отвлечь лишь объектив, единственной 0,3-мегапиксельной камеры в левом верхнем углу. По периметру лицевой панели проходит ободок из черного глянцевого пластика, который частично спускается на боковины корпуса. Остальная часть грани корпуса выполнена из гладкого белого пластика, а крышка из пластика того же цвета отличается мелкой текстурой, позволяющей более надежно удерживать Syncatel SmartBook в руках. Крышка содержит логотипы компании-разработчика Syncatel и ее стратегического партнера Litres, а также пиктограммы кнопок управления и разъемов. Также здесь можно найти щель с металлической сеткой, под которой расположен единственный динамик. Верхняя и правая грани корпуса свободны. Внизу левой боковины расположен микрофон, качелька регулировки громкости и кнопка включения. И, наконец, на нижнюю грань вынесены разъем microUSB, стандартный аудио-выход и слот для карт памяти microSD. Планшет Syncatel SmartBook 6 оснащается 6-дюймовой ТН-матрицей с разрешением 800 на 480 точек, что обеспечивает плотность пикселей в 155 ppi. Благодаря сравнительно небольшой диагонали дисплея, зернистость изображения ощущается в меньшей степени, чем у 7-дюймовых моделей с тем же разрешением. Углы обзора ТН-матрицы, на удивление, неплохи. При отклонении от нормали в горизонтальном положении белый фон начинает желтить, но изменения контрастности и насыщенности цвета практически отсутствуют. В вертикальном положении ситуация хуже. При наклоне экрана от себя картинка инвертируется, к себе сильно выцветает, так что для комфортного восприятия планшет приходится держать строго перпендикулярно оси взгляда. Яркость подсветки экрана регулируется от 30 до 160 км2. Автоматическая подстройки под условия внешнего освещения нет. Емкостный сенсор поддерживает до 5 одновременных прикосновений. С аппаратной точки зрения планшет построен на бюджетной платформе Allwinner A13 с единственным вычислителем ядром Cortex-A8, работающим на рабочей частоте 1 ГГц. Несмотря на более высокий индекс, этот процессор является упрощенной версией чипа Allwinner A10 и отличается от последнего сниженной рабочей частотой, отсутствием поддержки HDMI-выхода и модуля Bluetooth. За обработку графики отвечают интегрированное одноядерное решение Mali-400 и аппаратный декодер видео 1080p. Объем оперативной памяти составляет 512 МБ, емкость встроенного хранилища данных 4 ГБ, из которых пользователю доступно 2 и 3 ГБ. Естественно, с подобным уровнем оснащения трудно показать зашкаливающую производительность. Оценки в синтетике ожидаемо невысокие, подтормаживания ощущаются даже при работе с интерфейсом, не говоря уже о приложениях и играх. Кроме характерных рывков в некоторых играх наблюдались проблемы с прорисовкой текстур, игроманам стоит изначально подыскивать более мощное решение. А вот с воспроизведением видео все весьма хорошо, почти все тестовые ролики проигрывались без рывков в системном плеере, а немногочисленные проблемные файлы благополучно запустились в MX Player. При максимальной яркости подсветки и нагрузке на процессор в тесте Antutu Tester планшет отработал 2,5 часа от полного заряда батареи на 7,4 Вт в час. При менее активном использовании и половинной яркости подсветки Syncatello Smartbook 6 смог продержаться порядка 5 часов в режиме чтения. Устройство работает под управлением Android 4.0.4 с альтернативной оболочкой, поддержкой магазина приложений Google Play и солидным набором предустановленных программ. Разработчики программной части планшета находятся в Киеве, что позволяет рассчитывать на регулярный выход программных обновлений, заточенных под требования локальных пользователей. Из предустановленного ПО особо стоит выделить два приложения от одноименного сервиса Letrez Читай и Letrez Слушай, которые предоставляют доступ к вашему аккаунту для покупки новых и загрузки уже приобретенных книг и аудиокниг. Также изначально доступна популярная программа для чтения FB Reader, которая позволяет гибко настраивать вид отображения текста, регулировать яркость подсветки с помощью свайпа и перелистывать страницы клавишам регулировки громкости. Сразу несколько приложений. Карты, погода, метро, поиск и удобный виджет предоставила компания Яндекс. Файловый менеджер позволит разобраться с завалами файлов. Пакет Kingsoft Office пригодится для просмотра и редактирования офисных документов, а встроенный видеоплеер справляется с большинством роликов, вплоть до МКВ в качестве 1080p. Во время тестовой эксплуатации СНКТЛ SmartBook 6 в первую очередь понравились минимальные габариты и вес данного устройства. Дизайн и качество сборки типичны для сверхбюджетного класса. Пластиковый корпус довольно легко продавит о возникновении артефактов на матрице. Во время работы с тяжелыми приложениями и играми ощущается нагрев в нижней части задней панели. Расположение кнопок включения и регулировки громкости на первый взгляд кажется нелогичным, ведь в смартфонах они обычно размещаются в верхней, а не нижней части боковин. Однако в устройстве 6-дюймового формата дотянуться до этих зол без изменения хвата довольно трудно, так что такая топология оправдана. Сами кнопки дребезжат в своих гнездах при активном потряхивании, что вполне может раздражать в тихом помещении. Единственный динамик оказался откровенно слабым. Небольшая максимальная громкость и дребезжащий звук заставляют сразу переключаться на наушники. Кстати, аудио гнездо планшета слишком глубоко утоплено в корпус. В результате к нему можно подключить далеко не все модели наушников. Фронтальная камера и встроенный микрофон позволяют осуществлять голосовые и видеозвонки в Skype. Модуль Wi-Fi работает стабильно, а вот емкость аккумулятора на 2000 мАч вполне может не хватить на длинную поездку, если вы собираетесь играть, а не только читать или смотреть фильмы. В итоге Syncatel SmartBook 6, миниатюрный Android-планшет с 6-дюймовым ТН-экраном, одноядерной платформой Allwinner A13, поддержкой карт памяти microSD и стоимостью порядка 100 долларов. Эта модель вполне может стать отличным карманным решением для чтения и просмотра фильмов в дороге, отличаясь от 7-дюймовых моделей более компактными габаритами, массой и доступной стоимостью.